Музыка Чтобы понять все это шамба, болото, в которое всадила власть или Порошенко, как хотите, похрен кто, Украину ныньку. И весь стыд, потому что для всадения в это шамба болото гребанное, тину, тросину, стыд и позор. Нужно не только, чтобы власть была, а нужно, чтобы и народ такой же, чьи морошны, был. Как два танцора в этом болоте гребанном, который уповает из этого болота. Как лягушки квакают, так он и уповает на Запад, на кого угодно, на оппозицию в России, что она свергнет путятину, на что угодно. На кого угодно уповает, но только не на себя. А Европе на это смотреть, ну да, там больно, плачет, и все. Сожалеет, петиции пишет, грамотки чертит. И все. Им наоборот, по кайфу, что они на высоте. А эти тупые славяне на низине. Там мочатся, мочат друг друга. Нацгвардия уже давно, поджидив гвардия, превратилась. Нету там нации. Не то, что назву, это позор, что она носит такую назву. Нацгвардия Украина. Потому что Порошенко уже давно ее ободрал всю. Из добробатов, из идейных, из патриотов, он ее сделал прихлебательской. Вассальская прихлебательская гвардия. И все. Которая, как проститутка, топит и мочит патриотов. Последних из последних, которые еще поднимают как-то голос. Вот тебе и нацгвардия. Естественно, имеется в виду та нацгвардия, которая есть, является телом, грязным телом. Воров, казнокрадов и тому подобных гнид предателя Украины. Но не та нацгвардия, которая на передке или возле передка. По крайней мере, где-то там, в АТО. Ну а теперь пару эскизов о Медведчуке. Почему Порошенко его сейчас, якобы не своими руками, лоббирует? В принципе, он Порошенку и нафиг не нужен. Но те домовленности и договоренки с Путиным, тот Путин деребанит у себя, этот деребанит Украину. И только при двух позитивах, которые Томас и Безвиз. Которые, по сути, в Украине ничего шиньки не меняют. Потому что при Томасе, как бы своем исконном каноническом, католическом, католицизме христианском, и также при НАТО, уже будучи в НАТО, Польшу это не урятовало. Не спасло от убийства Путиным туском своей элиты. Вот такое страшное преступление. Банде туска, на которое было насрать, наплевать на своих поляков. Потому что бабло и власть, она же дороже таким людишкам. Ну ладно. Сразу после начала военной агрессии путиновской, российской в Украину, чтобы уберечь банду Порошенко от растерзания добробатчиками и патриотами Украины, начали внедряться вот такие Порошенко, и не только Порошенко, всем, кому это было выгодно, технологии, как Шуфрич, который влазил на трибуну Верховной Рады Украины, и нес там вот такую гадость, что Порошенко плохой, все плохо, нация украинская это плохо, давайте идти с Россией, давайте Путин вас будет раком постоянно нагинать, дрюкать, насиловать, убивать, давайте таким путем идти, вассальством и тому подобное. Ну, по-другому текст только, по-дебильному был написан. Вот он такое маячил, маячил, покуда не получил пиздюлей от украинских патриотов-националистов. И он понял, что, ну, не стоит его шкуренка вонючая, гнилая, то, что будут на нее сыпаться вот такие постоянные тумаки, и в ответ от власти ему только крошки всякие, и, наверное, подумал, слился, дурака включил, сказал, да нахер оно мне надо, то есть он стал спойлером Порошенковским, от которого народ хотел отбеливать, что нет, уж лучше пускай Порошенко, нежели вот эта гадость вся пророссийская, которая опять приведет нас к войне, а мы только хороним-хороним патриотов и ничего, предательство, посмотрите, что в России вы делаете со своими патриотами, еще то же самое, еще и хуже будет здесь, потому что это не Россия, а Украина, и т.д. и тому подобное. А шуфрич наоборот, давайте-давайте. И Порошенко понял, что все взбунтовались, и шуфрич уже от этого не спасает. И он решил копнуть глубже, чтобы это было на микро-макро-макро-шмакро уровне политическом, таким, что, ну, это невозможно вырезать, как бы, Медведчука с политики украинской. Почему невозможно? Да потому что лохи все не могут выйти, блин. В России, в таежной глубинке, московской и не только, по всей России выходят сейчас патриоты против путиновской помойки. А тут молчат все сидят. Война здесь, в Украине. А не давайте Медведчука. Мало того, он еще скупает каналы, из которых будет вещать свою блеватину гребаную. Ну, это же выгодно даже Европе. Зачем Европе, чтобы здесь был какой-то центр развитой цивилизации, когда здесь бычары, тупые, лохи, бурлаки гребаные по жизни были, и они с этого бурластва, над которым Путятина Путин верховодит, получает газ дешевый к себе. А остальное, нехай оно там вздохнет, лишь бы там не особо, что там было, там убивали, там еще что-то там. Хай там коррупция погрязнут, они наоборот будут отбеливаться в этом. Они же Европа величайшая, будут диктовать всем, будут Польше диктовать. Всем будут диктовать, но Венгрия хай диктует. Потому что Венгрия сама такая чмошная. Ну, Орбан имеется в виду. То есть получилось, что украинцы не могут ничего заподи, а ты, этой гадости пропутиняшной, Медведчуку. Не могут они просто априори. Вот получается вот как, вот по ним ездят катком, и они съедят, это все говно, газы, шмазы, подорожание всего, блин, оглупление нации. Они ничего не могут сделать, потому что они будут все тогда пророссийскими якобы, если они поднимут на Порошенко трость и скажут, пошел вон, сволочь ты продажная, брехливая. Нет, вот они не могут. Потому что они, блин, не бурлаки, так пиджидивники. Вассалы, постоянное раболепство. Магдебургское право было, но тех, которые были при Магдебургском праве, люди. Это ж не деревья были при Магдебургском только праве, а люди. Их повывозили на Сибирь или умершлили. После 1932-1933 года в Голодоморо сюда завезли раболепов, которые сами не рады. Они ж не могут на себя накликать. Они ж тут живут, ну, российские граждане тут живут, там, русские, которые... Они ж не могут на себя дерьмо навлекать тоже, будучи там пророссийскими. Но зная, что чем больше тут России, тем больше дерьма на них же и вылится. Как в Крыму. Жрать нечего уже, блин. Им нахер путинять, они Крым не нужен с жителями. Там нужна только база, минимум, как, блин, миллион жителей и все. И они только вхавали в это, въехали. И ссяго проистекает наступный пример. Если простые украинцы не понимают сочленений каких-то там политологических, логическо-политола и тому подобное, то пускай они представят хотя бы мужа, ублюдка, который держит, содержит свою жену в таком вот ублюдочном отношении. То есть жена и рада бы этому сопротивляться, но они живут на отстойнике, которым всем похрену. Они там на хуторе живут, а рядом с этой хатой, где живет этот муж с женой, живет садист-ублюдок, который постоянно эту жену дрюкает, избивает. Жена приходит к мужу и говорит, слушай, блин, как так можно жить? Давай переедем, давай что-то изменим, давай убьем этого козла. Он меня постоянно избивает и избивает. Муж говорит, да я не могу, потому что какую-то херь придумает, что там то ли хата принадлежит этому ублюдку, то ли еще что-то принадлежит, то ли какие-то договоренности, то ли газовые еще какие-то хрени, то ли там в МВФ, то ли в Европе что-то должны, то ли какое-то говно какое-то постоянно придумывает. Европейские ценности какие-то придумывает. Говорит, что я не могу его убить и ничего не могу сделать, и ты тоже не можешь. Мало того, если ты там уйдешь или изберешь, выберешь иного, то тогда этот ублюдок-садист, этот сосед, придет и будет, если ты меня поменяешь на кого-то, то получишь только этого ублюдка-соседа. То есть жри или дерьмо, или говно. Поняла, жена? Вот так. Потому что придет ублюдок вот этот, и тогда тебя будет. Не то, что как я тебя унижаю, принеси, подай, блин, убери, блин, стань, блин, в извращенной форме, я тебя отымею, или еще что-нибудь. Не то, что это, а тогда будет у тебя постоянная боль, страдания, и дети твои такими же народятся, и ты будешь смотреть, как они от боли корчатся, от глумлений, страданий и тому подобное. Ну, вот такая вот история. То есть Порошенко нам предлагает или дерьмо, путиняшное, преступное, террористическое, будет тут жонжич, будет тут володурювати над украинцами, или он дальше, продажная, брехливая суть, воровская. Другого пути нема у украинцев. И выбора другого нет. Есть только сошки, которые, ну, как клоуны предлагаются, там, театралы какие-то, под олигархники и под жидивники. Вот все, что нужно знать украинцу, что он в великой шамбе, и то, что он рассказывает там о нации, о гордости, о ценностях европейских. Какие в жопе европейские ценности, я вас спрашиваю? Это ценности обычные, жить под законом, жить в законе для всех. Это ценности не европейские. Они стали европейскими ценностями. Тогда, когда их джухал СССР, вдрюкал по полной, варшавский договор, тогда они поняли, что, вот это да, надо иметь европейские ценности на правде, а не только для себя, для господ, для паниев, для барыниев. Тогда они и до сих пор не поняли, потому что у них садомия в ихних кирхах, в ихних протестантских, а то и католических церквах, костелах и тому подобное. Процветает вот эта гадость. И они не могут ее ухамовать, потому что там Германия по надусе, она как бы володарюет над Евросоюзом, а они такие маленькие дурачки, что не могут ничего сказать. Все очень просто, и до примитивного просто. Ну и останний приклад. Представьте, что Сингапур, вот он, развитая страна, то все, там залежи того-сего, и люди володарюют, управляют все этими залежами, недрами, технологии там спроваджуются, экологии, все нормально, нормальная страна, все с ней окей, или другая какая-нибудь там, Южная Корея, там все нормально. Ну и нормально, так нормально. И что, и нам от этого, и ничего, и там нормально, ну и фиг с ним. Вот представьте, такая страна, как Россия, которая через свою ненормальность дает Европе дешевый газ. И как бы этой Европой манипулирует. И не как бы, а таки манипулирует. А вот представьте, вы Европа. И думаете, о, европейские ценности должны быть по всей России. Давайте. И вот, отделяется Сибирь, там, где, и там Тюмень, или еще что там, нефть, газ. И тогда, люди эти, сибиряки, а там большинство же украинцев, это, если треть по всей России, треть украинцев, то там чуть ли не 80% всех украинцев, ну и плюс поляков. Вот они отделяются, и начинают там володореваты, управлять всем этим. То есть, своя армия, чтобы на них не напали, там, ядерное оружие, и тому подобное. И они контролируют и цены, и все, что, все, что, на газ. А эта труба лежит через Московию, через Кремлесию, через Путиносию, и тому подобное, Осию. И только за транзит этого газа получает Путин свои дивиденды. И все. А с нормальной экономикой, высокоразвитой, с людьми, все нормально. Живут, там у них свои армия, все эти дела, отдельное государство, называется там Россия-2 или еще как угодно. Живут вот сибиряки. Что она, это Европа. Что посредник между джерелом, постачальником, источником этого газа, и Европой, отберцем этого газа, существует слишком много посредников, которые на этом имеют, ну, потому что там по их территории труба лежит, и тому подобное, которые очень много имеют, и цена, получается, заоблачная. То есть, Европе очень выгодно, что в России такой быдляцкий народ, и что этим народом верховодит Путин, из которого они имеют дешевый газ. это очень примерная схема, примитивная, что одно дело трындеть о ценностях, а другое дело, когда на этих ценностях ты ничего не имеешь. Ты в жопе. Тебе нужно какие-то вообще космические технологии придумывать, что-то, а не такой гадостью, херней гамадрильческой, или, блин, садомической, которой сейчас занимается Европа, Европарламент, и тому подобное. Ей нужно будет тогда подумать о чем-то великом, о технологиях, с которых можно выжить и быть конкурентом той самой Сибири, которая будет уже независимая. О! Так что нельзя верить о том, что кричат, а надо делать эти ценности у себя в хате, а не верить и идти гуськом, как лошаром последним, за кем-то, кто только кричит об этом. А сам желает, чтобы вы сдохли, тупые, потому что вы тупые, а мы вот великие монархи. И пусть кто-нибудь заперечит. Почему и Украина, и та же глубинка России, почему постоянно в такой жопе? Потому что они все выходцы из Украины, нация, стали под той властью, чисто отгребанным инструментом для наживания этой власти. Они унтерменши, они подлюди, о которых говорил Гитлер, и как можно что-либо говорить о этой нации, восхвалять ее, петь оды, ничегошеньки не делая, чтобы эта нация была достойная, а не обычный лохоотстойник, инструмент для грабежа постоянного. Жуть. То есть обычный цыганский лохоразвод. Ты такая красивая, ты такая достойная, ты такая вся из себя, но ты такая несчастная, у тебя такие грустные глаза. Давай я тебя погадаю, иди, иди ко мне, садись на камеречки, посмотри мне в глазки, и достань с карманчика все, что у тебя есть, последний лошок. Давай, давай, доставай, сейчас ты будешь счастливым. И да, на каких-то час, два, полчаса, покуда он там не повыносит, все свое не поддает, он находится, этот лох или лошара под трансом, счастья, что она идет за кем-то, а ее кто-то спасает. А потом заявление в милицию, меня ограбили. Да в какую же милицию нам теперь, в чью, в какую милицию писать, когда они все служаки, они в одном, в одной банде. Капец. Покуда народ не соорганизуется, ничего не будет. Будет отстой, будет глубинка России, тут в глубинке Украины, к сожалению. И пример давать нам будет никому, а им брать за глубинки России наш пример тоже будет не из чего. Лошара у лошара пример брать не может, потому что их всех лупасят по-полному, как липку.